Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем наши мастер-классы по рисунку и будем рисовать натюрморт из предметов быта с драпировкой. Конечно же, здесь задание осложняется драпировкой. Вот посмотрите, наша натура, наш натюрморт, который мы поставили в студии. И мы видим, что здесь каскады складок, которые требуют к себе особого подхода. Конечно же, мы сейчас также начнем с вами с композиции, но здесь нужно учитывать, что помимо изображения предметов, вот трех предметов, нужно еще изобразить складки, учитывая их объем, направленность этого движения и помня о том, что не нужно бездумно рисовать, срисовывать тени и свет, а нужно делать отбор этих складок, которые должны усилить наше впечатление от изображения, прежде всего усилить наше впечатление от изображения. И начинать мы будем с композиции. Конечно же, я рекомендую также начинающим художникам определить ваш натюрморт, его композицию через видоискатель и определить соотношение теневой части и световой части так, чтобы они распределялись равномерно и уравновешенность была достигнута в заданном формате листа. Я здесь взяла вертикальный формат листа, учитывая вот этот каскад такой складок и общую композицию изображения. И также начинаю с паровозика. Вот примерно, значит, вот это общее положение горизонтальной плоскости, предметов на этой плоскости. И, значит, вот определяю вот этот узел, где будут находиться наши два предмета – чайник и чашечка на блюдце. Ну и как своего рода венец, купол, да, здесь над ними располагается блюдо, которое перекрывается вот висящей драпировкой. Это блюдо, оно тоже имеет свою композиционную, смысловую доминанту. И я вижу, какие красивые складки, и мне непременно хочется, чтобы они так или иначе показывали эту пластику, общую пластику натюрморта. Вот такая схема нашего изображения. Ну а теперь, как мы уже привыкли в такого рода заданиях, мы определяем и уточняем это положение предметов по отношению друг к другу. И понимаем, что они все находятся на горизонтальной плоскости. Примерно, значит, вот здесь она, эта горизонтальная плоскость начинается, и вот там она дальше заканчивается. На ней и лежит драпировка, вот она, эта горизонтальная плоскость. На нее свисает, вот так идет плавно драпировка, и на ней же стоят предметы. И ближе к нам находится чашечка с плюцем. И мы определяем также ее положение, рисуем ось. И, конечно же, будем строить овалы. Овалы основания, овалы, значит, горлышко, в смысле горлышко, блюдце. Но блюдце здесь не круглое, блюдце у нас здесь квадратное. Вот нужно сначала изучить форму этой чашечки, блюдца. И, конечно же, вот мне кажется, что я очень широко взяла чашку. И нужно сократить ее и проверить, как высота чашечки относится к ширине. Она примерно одинакова. Вот если мы чашку делаем такой высоты, то она одинакова к ширине. Но здесь вы понимаете, что вот эта линия, здесь еще вставляется ручка. И она примерно и будет вот так вот. У каждой чашечки своя ручка, своей формы. Нужно всматриваться в эту форму. Значит, и дальше мы опять уточняем вот этот вот овал. Причем понимаем, что здесь овал меньше раскрывается, а у основания он раскрывается больше. И мы, соответственно, эти овалы рисуем. Если у вас сразу не получаются вот такие ровные овалы, конечно, вы выстраиваете их, вот каким образом я покажу. Допустим, вы берете вот эта ось вертикальная, это горизонтальная, откладываете одинаковое расстояние. Здесь будет у вас такое расстояние, поскольку это в перспективе, то значит здесь меньше, чтобы овал лежал на плоскости. А дальше уже вы вот так вот вписываете. Вот. И у вас получается, что это донышко, основание лежит на плоскости. И пока мы оставим чашку и перейдем к чайнику. Чайник у нас здесь гораздо сложной формы, чем чашка. Вы видите, что он такой обтекаемый в своем объеме. Но мы тоже найдем ось. Вот она будет по этой крышечке проходить. Проходить вот примерно ось. И также измерим, на каком расстоянии он лежит по отношению к чашечке. Вот так они, если на осях они располагаются, вот так. Чуть глубже он находится, чайничек. И примерно вот основание. Дальше мы смотрим высота и ширина. Они примерно тоже одинаковые. Высота и ширина чайника примерно одинаковые. Значит, берем отвес, проводим вот так отвес через линию чайника, в смысле чашки. И понимаем, что здесь есть некоторый зазор между чайником и чашечкой. То есть примерно вот так вот. Там в глубине располагается. Значит, и мы смотрим так, так. И берем вот эту вот ширину чашки, смотрим, сколько она укладывается в ширине чайника. Вот я беру здесь эту ширину чашки, укладываю здесь. Да, но может быть чуть меньше. Вот так. И дальше уже, когда у меня есть ширина чайника, я определяю его высоту. Вот так вот откладываю. И дальше уже вы понимаете, что также нужно строить основание, примерно понять вот эту вот округлость этого чайника. Тоже можно рассечь его на несколько, сделать как бы разрезы этого чайника, рассечь на несколько составляющих. Ну, можно вот здесь сделать разрез, вот здесь сделать разрез, здесь сделать разрез и понять, значит, вот как идут эти вот линии округлые. Ну, естественно, что такие же овалы мы рисуем здесь. Значит, такой же овал будет здесь. И здесь еще вставляется сюда форма крышки. И вот очень интересно будет нарисовать вот это вот у крышечки такой вот колпачок. Форму эту пока мы не будем конкретизировать, поскольку мы еще до этого не дошли, до этой стадии конкретизации. Просто наметим. И дальше мы понимаем, что здесь нужно еще в чайник вписывать вот горлышко, носик. И тоже смотрим, как оно, как он, какой формы он, какой формы он имеет. Значит, какой формы, где идет утолщение, какой пластики. Ну, пока вот ограничимся такой схематичностью, здесь вот вставляется схема, пока ручка вставляется. Вот взаиморасположение чашки и чайника найдено. Детали мы будем уточнять позднее. А дальше найдем ось, под которой располагается блюдо, вот к чайнику. Они стоят вертикально. А ось располагается, в смысле, блюдо располагается немножко под наклоном, вот так вот. Мы находим центр этого блюда и также, значит, вот определяем высота, допустим, либо чайника, либо чашки, сколько она укладывается в высоте блюда. Ну, два раза. Вот я, значит, здесь определяю. Раз, два. Вот все верно. И примерно вот находим вот это соотношение. Вот это соотношение. Можно его также измерить к высоте чашки. Высота чашки у нас будет своего рода масштабной линейкой или к высоте чайника. И таким образом вот конструкция найдена. Теперь что мы видим? Мы видим, что вот складочка, которая идет на нас, она выбивается из-под основания чайника так, что даже закрывает немножко основание. Немножко закрывает. И мы не видим даже это основание, потому что оно задрапировано. Вот эти складки. Вот они идут на нас. Очень красиво. И складочка, она имеет, она имеет свою тень собственную. И она имеет тень падающую, имеет рефлекс. Конечно, очень часто начинающие художники начинают срисовывать вот эти вот линии. Черненькая, беленькая, светленькая. И забывают о том, что ткань, во-первых, мягкая. Во-вторых, она вот как бы струится и имеет свою форму, свой объем. И нужно делать именно объем толщинки вот этих тканей, складочек. И так же, как и в предыдущих натюрмортах, здесь также следует определить, что самое светлое. Самое светлое и бликующей у нас будет чашечка. Здесь очень четко на ней читаются, вот, можно разделить, там, теневая часть. Полутон вот сюда идет и уходит в свет. Рефлексы, многочисленные рефлексы. И так же здесь вот от ручки идет падающая тень. Но она идет по форме чашечки. Чашечка, она как цилиндр. Она напоминает нам цилиндр. И очень удобно ее рисовать, потому что она геометризирована, эта чашечка. Несколько поднятые края у блюдечка. Это первый план. Но здесь также очень красиво складочка выходит на нас. И я тоже подчеркиваю тень этой складочки и собственную и падающую тень. Посмотрите, как она здесь на местах сопряжения с плоскостью. Она тоньше, а дальше она опять расходится. И как бы двоится. И как бы двоится. Значит, здесь мы тоже немножко видим толщинку. Вот эту толщинку чашечки. И тоже ее закругляем. Внимательно следим за формой. Внимательно следим за формой. И естественно, что опять-таки подчеркиваем падающие тени, собственные тени. Собственная тень темнее, чем падающая. И здесь очень много рефлексов идет на керамическом этой посуде. Светлый, как ее называют, белье керамическое для росписи приготовленное. И вот здесь, как она пластична, выходит эта складочка. Линии просто струятся. Вот мы их уводим туда за тарелку. И видим, как отсюда блюдо это выходит. И от драпировки также падает тень. И вот этой тени можно проложить теневые световые части, что сразу нам даст общую картину нашего натюрморта. Здесь от драпировки тень пошла на чайник. А здесь носик чайника, он выходит на нас. И мы тоже, если дадим тень, то он отрывается от плоскости. И тоже немножко подчеркнем вот эту вот округлость чайника. Но он не круглый. И вот мы, значит, когда распределяем светотень, мы эту форму с вами подчеркиваем, усиливаем эту форму. Здесь даже оказалось, что вот этот носик нам надо приподнять с вами. Вот так вот приподнять и даже потом впоследствии здесь высветлить. Но это уже детализация. Сейчас еще раз подчеркнем основные объемы, форму складок. И вы видите, что складки влияют на характер тени, на характер теней. Как падающих, так и собственных теней. Они дают рефлексы. И складки, которые на первом плане, мы их будем более тщательно прорабатывать. А те складки можно списывать. Но не забывайте, что ткань мягкая, а керамика, посуду, которую мы здесь изображаем, распределение света и тени, соотношение света и тени будет несколько иначе. И здесь очень приятно рисовать эти складочки. Но какие-то складки не обязательно перерисовывать один в один. Они имеют значение только тогда, когда выявляют объем конструкции. И здесь вот этот уголочек нашего натюрморта мы также подчеркиваем. Вот такая общая светотеневая проработка, которая требует своего дополнения и уточнения. И дальше опять-таки мы начинаем методом сравнения и сличения рисовать и уточнять форму уже деталей. Скажем, ручки чайника или форму блюда, толщины и так далее. И видим, что по отношению к белой чашечке и блюдечка драпировка наша серая. Значит, она как-то должна быть выявлена и подчеркнута белизна нашей чашки с блюдцем. А поскольку чайник находится в отдалении, нам его нужно немножко погасить, эти бликующие части, исписать какие-то тени. И это создаст определенную степень отдаленности, даст и такой воздушности, перспективности, перспективы. Вот дальше мы внимательно следим за изломами форм того же блюда. Вот как здесь внутри там падает тень. Штрихуем. И видим, что по отношению тоже к белой чашке и блюдечку вот это блюдо, оно, конечно, тоже будет приглушеннее, не будет таких бликов, которые мы видим в натуре. Оно будет списано, вот, вписано в среду. Вписано в среду. Вот так вот происходит детализация и уточнение. Ну, пока мы не будем обращать внимание на, скажем, орнамент, который присутствует на чайнике, хотя почему-то начинающие художники сразу начинают рисовать эти цветочки. Им это очень интересно. Это постолька, поскольку нам важно схватить характер чайника и объем, передать объем, передать освещение, да, и выявить конструкцию, правильно передать пропорции. Вот это наша задача. И дальше я все больше и больше увлекаюсь тем, что начинаю прорабатывать какие-то отдельные кусочки и рисую драпировку. Видите, она перекрывает здесь вот конструкцию чайника, и она вот так вот выходит непослушно. Замечательные натюрморты создавали малые голландцы, голландский натюрморт. Вот сейчас рисую этот натюрморт. Я почему-то вспомнила голландцев. Они как раз умели передавать эту красоту предмета, материальность формы. И великолепно передавали драпировки, ощущения от натуры. Значит, вот эту мягкость драпировочки, вы видите, что там очень много переходов, градаций, света и тени, особенно на первом плане. Вот за этими градациями и переходами нужно следить. Вот здесь, значит, она вот так, эта драпировка, выходит. Вот. А здесь она уже, как любая тряпочка, делает такой изгиб. Здесь она идет вертикально. Здесь она там дает опять излом, который выходит дальше и идет там к чайнику. И вот, создавая эту мягкость вот драпировки, мы, конечно, подчеркиваем пластичность самой постановки. Добиваемся этого ощущения, передачи среды, напряженности этой среды. И, следуя от этапа к этапу, вот, нельзя рисовать, вот, взять, как начинающие художники иногда, вот, начинают чашку делать, и только ее и рисуют, забывая о том, что вы не чашку рисуете, вы рисуете натюрморт в целом. И если вы какой-то кусочек тронули тоном, значит, он требует, что вы к этому тону находите какое-то соотношение отголосок в другой части композиции. Вот что важно, и об этом нельзя забывать. И вот так вот, методично ведя рисунок, значит, если вы усиливаете где-то здесь первый план, даете опять вот этот излом драпировки, уход ее в глубину делаете. Потом можно, конечно, здесь опять вот она меняется по форме, по структуре, спадает сюда. То есть вы следите за плавными линиями, мягкой линией этой драпировки, как она извивается, изворачивается. Конечно, художник волен что-то поправить в том, что ему не нравится в натуре. Какую-то можно складку опустить, не обязательно все перерисовывать, как есть. Но важно, чтобы ваша работа казалась укомпонованной и красивой по линиям, по пластике. Значит, это приходит, с годами это приходит, ощущение. Значит, если вы усилили здесь вот тоновую часть, значит, вы должны сделать какую-то поддержку тоном, вот в этой части, да, и вы также вот смотрите, значит, как уходит эта драпировочка. Рисунок грифель, он должен быть таким прозрачным. Рисунок. И вот так вот ведете вашу работу от этапа к этапу. Дальше видите, что здесь на драпировке светлая часть, вот здесь драпировка темная с этой части, можно даже где-то обобщить и более дать тень, более понятно, как она уходит и как она здесь утопляет, как бы, контур вот тарелки. И благодаря вот этой тени выходит светлая часть чайника. На драпировке здесь теневая часть, а здесь освещенная. И, конечно, более бережное отношение к свету, но это не значит, что не нужно показывать складочки. Складочки, вот, они немножко идут, вот, я подчеркиваю это движение, характер этого движения. И мы, конечно, вот уже проложили тона, и дальше нужно в таком же ключе вести работу, которая непременно приведет вас к успеху. А главное, вы научитесь отрабатывать технику рисунка и, постоянно сравнивая ваше изображение с натурой, добиваться сходства с натурой, изучать натуру, воспитывать свой глаз, тренировать свою руку. Ну, а я, дорогие друзья, на сегодня прощаюсь с вами. Творческих вам успехов! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова